Вот есть огромное количество терминов, в которых очень нам легко запутаться. И вы сейчас видите, какие могут использоваться названия производителями в качестве маркировки продукции. Но сразу хочется сказать, что многие из них вообще не имеют никакого смысла под собой. Но био, допустим, это маркировка, которую используют в Европе. То есть био – это синоним органик, это то, что используется сейчас в Европе. Органик в основном используется в Америке. И здесь вы тоже выделяют… у меня есть очень хороший журнал с этими маркировками. И вот есть такое понятие, как стопроцентный органик, оно используется в Америке. Это значит, что все ингредиенты и вся техника, которая использовалась при производстве этой продукции, она была сертифицирована как органическая. И вот эти продукты, они имеют право носить на себе лейбл органик. Просто органик. То есть это есть 100% органик, есть просто органик. Значит, 95% вот этих вот продуктов, ингредиентов и технологий, они были сертифицированы как органические абсолютно. И 5% это, например, какие-то компоненты, которые использовались для мытья техники, на которой производился продукт. Они могут быть неорганического происхождения. Например, мог использоваться, ну, какие-то, я не знаю, мог использоваться хлор в воде, да, как для обеззараживания. Но это всего лишь 5%. И такие продукты тоже могут содержать точно такой же значок органик. Made with organic сделано с использованием органик, да. Но поскольку это американская система, да, то там будет, это не будет написано по-русски, это будет написано made with organic. Это значит, что продукт содержит 70% и больше компонентов органического происхождения. И вот эти продукты, они не имеют права содержать вот этот лейбл organic. И, честно говоря, вот это вообще ничего не значит. То есть этот лейбл, он ничего не значит. Как они значат, допустим, лейбл органические ингредиенты или там с добавлением organic, потому что нам совершенно неизвестно, какие из этих компонентов органик, а какие нет и в каком проценте они органик. Совершенно не имеет смысла термин натуральный, потому что, вот как написано в моем справочнике, да, натуральный, по мнению Министерства сельского хозяйства США, означает всего лишь, что продукт, что продукт содержит минимальное количество ненатуральных ингредиентов. Но, опять же, этот термин не значит ничего абсолютно, потому что что такое минимум, это нигде не установлено. И почему я опираюсь на американскую систему, да, потому что она очень хорошо разработана. И это здесь очень хорошо и сильно контролируется, как и в Европе. В Европе это началось с 90-х годов, вот такой вот контроль. В Америке это происходит очень давно уже. Я не могу ничего сказать про Россию, потому что этой системы нет, ее не существует, мы поговорим об этом попозже. Я просто беру за пример американскую, да, чтобы показать, как это должно вообще работать. Вот, термин ручной работы, да, он только означает, что это было сделано вручную. И он никакого отношения, или хендмейт, да, или домашний, это не имеет никакого отношения к безопасности продукции. А термин органик по определению, да, это продукция, которая безопасна для нас с вами и для окружающей среды. Оздоровительное, фито, растительно-природное. Эти термины тоже ничего под собой не имеют. Фито это просто растительное, да, природное, ну, что природное, 100% природное, кто это контролировал, кто это проверял. Ну, то есть вот таким термином нужно относиться действительно скептически и изучить, что проходит контроль, какие из этих вот заявлений, они проходят контроль и действительно говорят нам о качестве.